Приветствую вас! И мне кажется, вот то, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что в лице психолога вы сейчас хотите получить сторонника. То есть вы хотите, чтобы психолог вам сказал, да, ты права, ты права, это измена, и чтобы у вас появилось больше аргументов, чем есть сейчас, чтобы вы себя как-то вот, не знаю, чтобы вы себя как-то может быть поувереннее почувствовали, вот, или что-то в этом роде. Но правда заключается в том, на мой взгляд, что, в какой-то степени это самообман, потому что вашему мужу и вам не нужны аргументы для того, чтобы признать, что есть проблема. Конечно, при условии, если вы эту проблему хотите решать. То есть, условно говоря, тот факт, что у вашего мужа была попытка вывести отношения на стороне, говорит о том, что его что-то не выстраживает, что ему что-то не нравится, что он чем-то не удовлетворён. И именно эта не удовлетворённость привела его к попытке завести отношения на стороне. У вас это за дело, потому что вы стараетесь для мужа, я уверен, вы стараетесь для него, вы стараетесь делать для него то, что можете. Но дело не в том, что вы делаете мало, а дело в том, что вы делаете не то, что хотите, вы не кайфуете от этого. Когда вы что-то делаете для мужа, когда вы забудетесь о нём, когда делаете что-то для него, понимаете, с любовью, целуете, готовите, стираете и так далее, я думаю, что вы от этого не кайфуете. И он не чувствует кайф от того, что вы это делаете. И именно это, то есть в какой-то степени неестественно, какая в какой-то степени натянутость. Наличие насилия, наличие волевого акта в том, что вы делаете для своего мужа, порождает прессу. И у этого есть свои причины. У такого момента есть свои причины. Например, вот первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что, на мой взгляд, у вас стёрты личные границы между вами и вашим мужем. Потому что вы говорите, что нам отказали. Вот кому нам, как бы, да? Не совсем здесь понятно. То есть вот я бы спросил вас, насколько хорошо вы отделяете себя психологически от своего мужа. Насколько хорошо вы, ну, отграничиваете себя от него. И отграничиваете ли вы вообще себя от него, если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Это ваше внимание. Следующее, на что хочется обратить ваше внимание. Значит, ключевой момент в том, что вы говорите, что считаете это измена. Я не буду с вами в этом спориться. Если вы считаете, что это измена, то это ваше право. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, как вы воспринимаете измену. Как вы к ней относитесь? И вы, конечно, можете сразу сказать, что это ужасное оскорбление, понимаете? Да, это все верно. Как бы, я не к тому, что это нужно обрадовать. Я немножко то и другое. Я про то, что вам ведь становится больно, когда это происходит. Когда вы нашли левый телефон мужа и так далее. Увидели то, что увидели. Вам ведь было больно? И мне кажется, что ответить себе на вопрос, что именно мне больно? Вот что у меня болит? И чего мне хочется в этот момент? И является тем ключиком, который может вам помочь решить ту проблему, который у вас сейчас, собственно говоря, появился. Вот. Не обвинять мужа, не конфликтовать, не пытаться доказать что-либо. Это ничего не решит. Мне жаль, что вы не понимаете и тратите свое время на очень бессмысленную работу. А именно посмотреть, а чего я хочу здесь. Вот именно мне что нужно? Вот муж там, условно говоря, не знаю, вот это сделал. Хочу ли я о нем заботиться или не хочу. Если у меня, например, обидность, что я в себя вкладывал, а ты там неблагодарный и все такое. Где я через себя переступала, где я через себя переступала и переступала ли. Это очень важный момент. Чтобы вы разобрались в себе и потом донесли это до мужа. То есть постарались это донести до него. Объяснить ему. Показать. И не забывать об этом. Знаете? А то ведь как получается? Вы что-то стараетесь для мужа делать. И делаете через силу. Он чувствует, что вы это делаете через силу. Ему не нравится. Контакт получается пустой. Он ощущает, что вы это делаете по надуге или для себя, а не для него. Вот. И он остается не удовлетворен и вы. В итоге, естественно, страдает. Вот. А как бы найти силы сказать об этом, обсудить это, ну, могут далеко не все. Особенно если объединяет вас только то, что вы муж и жена, а мужчина и женщина, мать и отец и все. То есть тут общение двух личностей не происходит. У меня есть подтверждение, что у вас не очень-то личностные отношения. Вот. То есть гендерного взаимодействия, семейного взаимодействия много, а вот личностного отношения, человеческого отношения не так много. Вот. А это, мне кажется, нужно приумножать. Вот. Ну, вот. Как-то так. То, что произошло, это свидетельство о ваших проблемах, свидетельство о том, что вы себя обманываете и обманываете своего партнера. Если хотите действительно наладить отношения, а не бороться за то, кто прав, а кто нет, в первую очередь нужно разобраться в себе, вернуть себе ответственность за 50% того, что произошло. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго и удачи!